всем привет ребята сегодня мы попробуем установить свой компьютер локальный сервер называется он апачи и установить к нему модуль печки языка я поискал интернете посмотрел что сделают другие люди как устанавливаются в общем посмотрел всякие разные варианты установок очень много старых я решил остановиться на апачи 2.4 и php 7 mysql базу данных я пока не буду устанавливать равно как и php myadmin для работы с базой данных я тоже не буду устанавливать у меня 7 версия windows тут можно устанавливать и на 10 версию все новенькое у меня 7 стоит я буду устанавливать на 7 единственное что здесь указывает автор это то что windows xp не работает причем это даже переведенная статья с английской статьи вот такая вот статья где там чуть покороче наверно в общем те кто не разбирается в английском видимо здесь сделано статья на русском давайте почитаем что здесь пишут локальный сервер очень полезный инструмент но это все понятно мы ставим его для того чтобы работать с php файлами которые будут отправлять или обрабатывать наши формы отправки писем или еще что то так дальше все равно мы будем заниматься нам понадобится локальный сервер пока мы его ставим так для работы php файлов поэтому нам нужен сам сервер локальный и печки модуль для обработки компиляции языка печки языка программирования потом мы его будем в дальнейшем изучать но пока поставим на простом примере будем рассматривать какие-то файлы которые будут обрабатывать у нас исходящие письма сайта так здесь самые свежие предлагают установить программы apache php официальный сайт разработчиков apache это вот этот но официальная версия собирается с пользой старого компилятора поэтому по этой причине она не работает с новыми версиями php авторы php рекомендует apache сайта вот такого давайте перейдем по этой ссылочке там нужно выбрать версию для своей операционной системы так и печки 7 качайте со страницы вот этой выберите весь версию и от сейф ясно здесь мы скил mysql так еще нам нужен файл распространяемый компонент визу visual c++ для visual studio 2015 с обновлением 3 или любой другой более поздний скачать его можно на официальной сайте microsoft по ссылке прямая ссылка на скачивание 64 битной версии у меня стоит 64 битная версия если он настолько нужен давайте попробуем без него поставить может будет работать но естественно скорее всего не будет какие-то моменты раба может mysql там не будет работали что-то еще или это компилятор для php языка или это компилятор для php языка в общем я не знаю для чего можно посмотреть в интернете так английскую версию так английскую версию так английскую версию Просто говорят, что нужно установить. Все, а почему? Не понятно, для чего он нужен. Он для компиляции, из чего как-то, наверное, там. PHP написан на C++, ой, Apache может или что там. Что он компилировать будет? Давайте поставим пока без него, посмотрим, как это будет работать. Естественно, потом нам он понадобится, скорее всего. Но в какой момент, я просто не знаю, для чего. Эту информацию лучше поискать где-то. Давайте скачаем Apache. Для Windows 64-битный, да? Для 32-битный, да? Где посмотреть версию Windows, все, наверное, знают. Это компьютер-свойства. Мой компьютер-свойства. И вот здесь видно тип системы, 64-разрядная операционная система у меня. Индекс производительности. Кто его мерил, интересно. Ладно. У меня 64-разрядная, поэтому я качаю Win64. Хотя, в принципе, можно Win32 качать, ничего страшного не случится. И будет ли какая-то потом взаимосвязь. Ну, давайте 64-битный скачаем. Я не знаю, может, лучше все-таки 32-битный. Вдруг там какой-то... Может, PHP не будет 64-разрядной. И какие-нибудь траблы возникнут. Но заодно и проверим, если возникнет. Будем решать 64-разрядную. Скачаем. Так. Что-то пытается. Да, все пошло скачиванием. И PHP. Ну, тут 80... А, вот есть 64-разрядная. Так, 86, 86. Вот это для 32-битный, 86 где? X86. А вот для X64 это для 64-битный. Ну, вот на 64-битный. А вот это на VC, вот это, наверное, визуал этот и есть, да? Компилируется. А, PHP, наверное, на этом файле. Да, скорее всего так, поэтому нам надо его тоже скачать. Вот этот VC, он как раз таки для компиляции PHP. По ссылке, прямая ссылка на скачивание 64-битный. Посмотрим вообще, что там есть. Сначала. Что здесь есть. Выберите язык русский. Для 64-битный. Next. Должна автоматическая... Да, вот и пошла автоматическая загрузка. Все скачалось. Здесь какие-то Траблы с серверами. Он медленно качает. А этот быстро с Microsoft скачал. Так. На ответы Майл.ру посмотрим, что делать. Сегодня у меня нет глупых вопросов. Что это? Зачем мне версии? Есть проги, которым нужны старые версии. Да, тут просто компетентные люди на ответ Майл. Это драйверы для игр. Это язык программирования. Ха-ха-ха. Мне всегда интересно было. Это просто компилятор-переводчик, который переводит команды от какой-то программы в понятный процессу машинный код, чтобы тот понимал, как ему работать. Кто-то просто, видите, копирует, отвечает. В общем, PHP, скорее всего, собран именно на вот этом Visual C++. Причем там VC14 указан у нас вот здесь. на PHP-версии. Вот. Вот это мы качали. Качаем. И он для компиляции его в Windows нужна именно эта библиотека. Да? Итак, сервер у нас скачался. Мы можем все извлечь. Так, дальше. Здесь предлагают создать структуру, типа на диске C создать папочку сервер. В ней два подкаталога, BIN и DATA. В BIN будут содержаться исполняемые файлы, я так понимаю, PHP и MySQL. В DATA будет храниться папка с базой данных и папка с документами сайтов. Я не знаю, для чего такая именно структура. Она, скорее всего, будет запутывать. К примеру, вы захотите просто зайти, допустим, на свой диск. Вот, допустим, диск D, там localhost и у вас здесь будет BIN и HTDOX. То есть вы будете вот так, вместо того, чтобы зайти на localhost и сразу попасть на свою папку в любой сайт. То есть это проще. А где будут храниться BIN, в принципе, это не так уж и важно и не так уж и интересно. Пускай они там хранятся, мы можем с ними работать не напрямую, а удаленно. и можно все это поставить. Даже на диске D, я так думаю, просто все в корень поставить. То есть у нас здесь будет Apache и PHP папка. Пускай она здесь будет. Мы можем также просто зайти в PHP и также просто зайти в Apache, к примеру. Так что, я думаю, что установим пока проще. Потом можно будет любую структуру переделать. Сделаем все попроще, потом переделаем себе на какую-нибудь папку localhost на диске D. Здесь будут у нас сайты. У нас, в принципе, здесь уже есть сайты, но они не на сервере, подключены. У нас просто создана localhost папочка. мы ее переименуем и создадим новую localhost. А эту переименуем как какой-нибудь localhost 2, к примеру. чтобы у нас тут, кстати, гитхаб папочка тоже. Можно хоть гитхаб сделать рабочей папкой сервера. Сейчас что-нибудь посмотрим, придумаем. Так, у нас получается установка Apache. Содержимое скаченного архива распакуем в сервер bin, но мы будем распаковывать на диск C в папку Apache 24. Дальше откройте config.htbb.conf и будем настраивать вот эти вещи, которые что-то означают. Будем разбираться. Рабочую директорию, сервер. Ясно. То есть, мы, получается, скачали. Вот у нас все это есть. Apache 2.4. Давайте этот Apache 2.4 скопируем и вставим на диск C. Давайте также, наверное, сразу PHP 7 извлекем. Какие большие архивы! Просто ужас! так, здесь уже сразу готовое, да? Угу. Давайте переименуем эту нашу папочку распакованную либо PHP 7. Ну, пускай будет PHP 7. Скопируем ее и вставим на диск C. пускай талон у нас есть PHP 7 и Apache. Нам предлагают в Apache зайти в конфигурацию и открыть HDB конфиг. А как мы откроем правой кнопочкой открыть в Sublime. здесь здесь все закрою чтобы нам это ничего не мешало. Это я на практике делаю в сайт. нет. Так. Вот он даже не цветной. Тут ничего не понятно. Где что закомментировано, что нет. Так. Диск C Apache 2.4 у нас сервер root находится. Да. Все верно. У нас диск C Apache 2.4 Это наша главная папка. Дальше это все закомментировано. Закомментировано. Вот listing 80. Это я так понимаю IP адрес по которому прослушивается именно наш local хост. мы можем просто все это переводить кому что не ясно. А есть уже наверное скорее всего в сети даже уже переведенные прослушивание конкретных IP адресов. Ну все понятно. Но нам без разницы у нас будет 80 порт прослушиваться. Так и оставляем. У нас получается здесь предлагают так сервер root поменять на то. Нам не надо мы так и оставим. Так дальше поменять example на local host. Хорошо давайте найдем example а тут какие-то модули подгружаются модули 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 так сервер админ это почта админа да а у нас какая почта админа вебмастер наверное код борис точка ру так вот сервер name он у нас закомментирован пускай будет закомментирован мы его оставим а здесь создадим новый незакомментированный который будет у нас работать он у нас будет называться local host так что дальше нам предлагают меняем документ root папку где будут сайты чтите docs на сервер data docs свою да но мы менять не будем мы ее оставим ей будем пока работать где она у нас интересно а вот документ труд мы ее также оставляем пока будем в ней работать хотя можно уже сразу поменять local host на диске d давайте эту переименуем которая у нас была local host no server вот так переименуем ее создадим f7 local host обычный сервером который будет у нас с apache вот так и все здесь меняем получается диск d на local host ну и все и у нас там будут названия сайтов наверное так это все ясно дальше что мы делаем документ root мы поменяли меняем директорию да то же самое вот причем здесь вот нету в конце слэша я смотрю здесь есть это что значит нужно так делать или нет давайте сделаем документ root поле говорят она английской версии этого урока как посмотреть где она ну да на английской версии так же да это меняем на это это меняем на это со слэшем да здесь так же это меняем на со слэшем ясно меняем вопросов нет здесь у нас будет д так же local host пока все так оставляем так так же нам надо директории индекс найти и поставить там индекс html чтобы у нас автоматически открывал по заходу на local host сразу открывал индекс html сам автоматически а у нас уже здесь стоит а на что его менять а его менять нужно типа чтобы php первый открывался да нам это не обязательно мы можем php пока не будем но на будущее мы просто вторым параметром поставим индекс php на всякий случай все равно потом если что поменяем оборот когда будем php заниматься и дальше что-то там еще все overwrite overwrite non all для чего все это даже не написано для чего просто меняем а а если просто перевести и посмотреть разрешить переопределение нет переопределение это что это наверное мод реврайт который будет у нас куда-нибудь отправлять так давайте вот это переведем нам наверное будет понятно что-нибудь контролирует какие директивы могут быть помещены в файл htss это не может быть все или любая комбинация из ключевых слов чтобы htss работал ну давайте это файл который бросается в корень он начинается с точки так же как у нас git ignore и выполняет какие-то настройки сервера пока он у нас будет пустым наверное хотя там могут быть и сжатия какие-то картинок и все остальное надо будет это все провентилировать потом в общем его нужно включить давайте включим чтобы у нас это работало потом где только это найти тут логи куда-то логс папка логс будет сохраняться cgi bin у нас будет там почему-то но не знаю это для сценариев которые выполняются может быть перлом или еще чем-то то они будут в той папке ладно пока они нам не нужны пускай будут вот для них директория разрешение для этой директории что можно в ней делать что нельзя так дальше я здесь ничего не понимаю не знаю давайте найдем с помощью поиска эту строчку ctrl f ага это для cgi bin это видимо для localhost здесь htasss я не вижу вот я нашел для htasss разрешить все да ок и модуль модуль в райт видимо для этого и нужно раскомментировать чтобы у нас перенаправление через добавлен когда добавим файл чтобы все перенаправления работали его его нужно раскомментировать хорошо раскомментируем посмотрим не будет ли у нас там никаких ошибок сейчас то есть мы по минимуму внесли изменения и все остальные изменения которые будут у нас вноситься мы будем знать о чем они как минимум если будем вносить дальше сохраняем файл и закрываем все сохранили закрыли так откройте командную строку то можно сделать нажав одновременно клавиши winx не знаю у меня не открывается давайте вот так лучше зайдем кмд в поиске просто набираем кмд командная строка здесь правой кнопкой запуск от имени администратора лучше всего делать так чтобы без всяких неожиданностей и здесь я так понимаю нужно установить службу нашего сервера чтобы у нас сервер был запущен давайте попробуем а у нас получается на диске c так это нужно выйти еще ниже здесь dir посмотреть какие директории а у нас есть apache 24 зашли в нее посмотрели какие есть директории есть множество множество директорий каких-то нам нужна я так понимаю bin bin там много файлов нас интересует http d-exe вот этот нам его нужно запустить с ключом install если запрос от файервола отношения патча, то разрешить ага вот как раз таки отсутствует отсутствует библиотека visee time 140 40 у нас нету вот именно визуал c плюс плюс вот этого visual c плюс плюс наверное давайте установим его посмотрим я так думаю что это из-за этого это получается он нам не дал запустить сервер apache потому что он его в windows 7 не может скомпилировать да из-за отсутствия этой программы для компиляции установка успешно завершена возможно там еще какие-то нужные вещи давайте повторим процедуру все нормально мы установили наш компилятор общественные сети брендмауэр связь в этих сетях разрешить я не знаю, нам в принципе то нужна только частная сеть общественные сети нам зачем не рекомендуется разрешать не рекомендуется разрешать да ну возможно у нас будет связь именно с общественными сетями где мы будем передавать какие-то данные где мы будем передавать какие-то данные некоторые функции apache разрешим только в частных, общественные я сниму если что потом можно в брандмауэре просто добавить и разрешаю ему в частной сети в моем личном компьютере использовать в принципе все функции apache это не страшно так дальше что если поступит запрос от firewall это мы сделали теперь вводим в командную строку а вот это уже запуск самой службы apache да то есть мы можем набрать в поиске здесь по-русски службы он нам выдаст службы да то есть мы здесь набрали службы кто не увидел и вот они вверху появились мы нажимаем на них попадаем вот сюда и у нас уже автоматически запускается apache 2.4 но она еще не она установлена который мы сейчас install сделали установили но не запустили можно запустить отсюда можно запустить прямо отсюда то есть нам предлагает не install а start сделать уже с теми же параметрами в дальнейшем нам не придется постоянно запускать он у нас будет автоматически запущена при загрузке компьютера потому что там стоит у нее тип запуска автоматически если нам нужно будет перезагрузить то нам ничто не составит труда набрать здесь службы зайти в службы и здесь перезапустить нажать будет перезапустить и все и не нужно создавать никакие дополнительных ярлыков там все вот это из денвера все что сыпется обычно какие то виртуальные диски там еще что то у нас все будет здесь отчеловечачьи так сказать без всякого лишнего без всякой лишней шелухи только то что действительно нам нужно так все старт старт стартуем ничего не выдала значит служба запустилась без ошибок я так понимаю посмотрим обновить да служба у нас работает если бы она не запустилась если были бы какие то ошибки она бы не запустилась просто так поэтому служба у нас работает пробуем даже перезапустить и вот если нам нужно перезагрузить перезапустить локальный сервер мы просто здесь можем перезапустить нажать и все так что ничего лишнего 64 разрядное 64 разрядное так дальше что нам предлагает да все мы перезапустили а теперь браузер набираем localhost и видим следующее ну давайте сразу так и перейдем а вот мы видим что у нас установился localhost у нас есть индекс of то есть там нет никаких файлов но папка сервера да давайте что нибудь там создадим и посмотрим а давайте дальше прочитаем что там еще предлагают нам апачи работает это означает две вещи апачи работает в каталоге нет ни одного файла ну да может поиграем можете поиграться добавить в каталог любые штамма файлы полноценный веб сервер работает так майскуэль базы данных мы пока не будем ставить так установки и настройки PHP 7 вот что нам надо так создаем PHP копируем задержимое нам не надо у нас все в своих папочках так в файле самый конец строчки добавляем вот такие давайте скопируем самый конец файла якобы нужно добавить строчки ну я думаю что не обязательно в конец можно после модулей чтобы было где искать потом и перезапускаем апачи в каталоге создаем файл с названием и PHP и проверяем работу PHP хорошо что мы делаем мы делаем открываем все тот же файл так вот это последний да вот наш http конфи который мы открывали и здесь нужно вот я так предлагаю не в самом конце файла а где-нибудь после модулей вот здесь в самом конце ставить эти строчки которые нам предлагают PHP DRC сервер нет они у нас на диске ц папочка PHP 7 и она у нас не большими а маленькими да ну и здесь в принципе без разницы какая буква ц большая или маленькая но для надежности мы PHP 7 диск c у нас все там так c PHP 7 здесь чтобы работали PHP файлы да с расширением на сервере на нашем локальном и PHP 7 модуль у нас будет находиться не там а c PHP 7 PHP 7 Apache 2.4.ddl давайте посмотрим есть ли у нас там такой PHP PHP 7 Apache 2.4.ddl так называется так же все правильно все верно значит оно у нас подключится сохраняем сохранили так и нам и что нам нужно перезапустить сервер как мы перезапускаем службу сл набираем службы появляются Apache 2.4 перезапустить и ничего в командной строке там писать не надо сервер перезапустился без ошибок значит все мы верно сделали никаких синтаксических ошибок все точки запятые у нас все правильно при внесении наших вот этих трех строчек поэтому ошибок никаких не выдал все хорошо давайте создадим PHP файл вот с такой вот функцией phpinfo . . ну давайте создадим так dlocalhost вот на диске dlocalhost который мы создавали которая у нас рабочая папка для сервера мы создадим новый какой-нибудь файлик предлагает i.hp давайте его info.hp назовем вот так откроем sublime так и здесь наберем открывающий тег для php это компилятор будет знать что это будет у нас php код и закрывающий у него вопрос вот такой да а внутри этого открывающего закрывающего тега нет наверно он не нужен теперь в новых версиях это мы потом почитаем узнаем пока закроем этой ошибкой не будет php info это у нас функция вот она у нас даже цветом сразу подсветилась сохраним и попробуем этот файл info.php открыть так slash info.php вот у нас компилировалась эта функция вот в такой вот органичный дизайн функции всех модулей подключенных для php php версии то есть у нас php работает теперь на локальном сервере 64-х разрядные 14 февраля 2017 вообще самое новенькое все стоит у нас отлично да webmaster код борис тут все указано тут загруженные модули у нас стоят они нам потом понадобятся когда-то в будущем для нас главное чтобы php работала у нас сейчас на локальном сервере для того чтобы какие-то php файлики мы могли обрабатывать да в общем здесь вся информация для php нам здесь нужно просто проверить то что он работает функция php у нас сработала которая содержится в файле она выдала нам вот эту информацию то что у нас стоит в версии 7 php то есть все здорово все работает то есть Apache и php у нас стоят и мы теперь на этом localhost и можем дальше разрабатывать свои сайты да где-то javascript с обработкой в файлах php можем запускать или еще что-нибудь можно можно конечно было бы попроще установить там какой-нибудь open сервер у которого все там минимально настроено там и он быстрее и интереснее запускается но нам в будущем понадобятся очень большие возможности сервера поэтому мы устанавливаем прямо вручную прямо сами и это в будущем себя оправдает чем какой-то либо там Denver либо любой другой сервер то есть у нас будут задачи более широкие поэтому нам нужен не для однодневных там задач open server какой-нибудь для серьезных проектов в будущем поэтому сразу поставим вручную и в принципе у нас готовый сервер можно даже отсюда уже работать с любыми PHP проектами если подключить еще пару модулей так все мы установили то что нам нужно было если нам нужно будет что-то еще в дальнейшем будем просто доставлять а пока для нашей работы JavaScript обработку форм в PHP файлах нам этого будет вполне достаточно все на сегодня установили сервер спасибо завтра послезавтра продолжим работать с JavaScript конкретно поэтому это видео будет общим оно будет в отдельном плейлисте я буду сюда добавлять не только установку сервера еще какие-то дополнительные вещи если будем ставить я буду их записывать и создам отдельный плейлист для локального сервера вручную с новыми всеми компонентами все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал не пропускайте видео учитесь каждый день вместе со мной всем спасибо до свидания до свидания